Добрый вечер, друзья. Почти уже вечер. Я хочу приготовить себе ужин. Почти уже вечер, 5 вечера. Я хочу сделать окунь. Ой, намыт даже. Окули очищен, намыт. А у меня разморожен. И сейчас я его сверху еще ополосну. Вон тут икорка. Дай ее. Вот так вот еще вот здесь ополосну сейчас. У водички лежал, потому что такой, как бы с морозилки-то суховатый. Ай, какая вода холодная от него. Прямо так его сейчас разрежу на две части. И пожарю просто на масле, не обваливая ничего. Не обваливая. Наверное, я уберу голову. Ну, как уж я ее... Вот, зараза, да? Какая-то крепкая. Ну, как я ее, не хочу. Эту голову. Пусть он птицам отдам. Сидит. Не хочу голову окуня. Так. Рыбка-то еще зимой выловлена. Надо ее есть. А как же? Ну, мне вот хватит, что говорится, повакомиться. Вот тут в эти выходные мы не будем никаких шашлаков делать. Можно будет рыбке закоптить рыбу. Вот она, в принципе. Ее истекать не надо. Сейчас я тут все это намою. Друзья, все это мне надо вымыть, затереть и поставить, жарить. Сейчас я подсолю чуть-чуть. Я уже привыкла к этому крану. Пальцем держу, ополаскиваю. Потом, Коля, со временем мне здесь водичку все-таки проведет. Есть такая задумка, чтобы воду провести. Потому что у соседей проведено. Причем это не сложно. Так. Это не сложно. И пока я подсолю рыбу и сделаю салат. Так. Уберу на пол. Салатик еще хочу делать. Так, сейчас подсолюю ее. Так вот ее. Серединке. Потому что здесь она... Ну, вот все тут. И потом ведь я же не счищаю эту кожу перед жаркой. Так, в серединке будет. И тут слегка масло само будет подсолено. На чем буду жарить. Так. Так, уберу. Так. Здесь у меня, здесь, друзья, она не очищается. Это я ее даже... Я даже посудомойки мыла и содой. Она все вот такая. Доски нам достались. Они пластиковые. Как будто, знаете, как вот такая... Как раньше были подошвы на манной каше. Вот она вот точно такая же. Толстый какой-то мягкий пластик. Подошва на манной каше. Так мы называли подошвы такие белые. Так. И знаете, что я хочу сделать? Я сейчас сделаю тут салат. У меня осталось. Так. Я тут не то делаю, друзья мои. Не то я делаю. Мне надо вытащить эту рыбу. Вот. У нас с нее будет стекать, поэтому я ее вытащу вот так. Потому что нужна будет раковина. Просто толстая. Так. Салатик сейчас не строгаю. У меня здесь огурец, редиска. У меня вот вот такой еще здесь вот лучок. я его пожалуй в рыбку порежу. У него салат, а в рыбу. Ну да. Пусть там лежит. Так. Сейчас наворочу здесь себе как намывание на свадьбу-то. Да? Очень мало мне тут места. Ну, что делать? Ничего не поделаешь. Вот. Укропчик заморозила. Вот. Полотенце, которое у меня было под укроп. Так. Это я укропчику сейчас себе нарезала и лука тоже. Вот это так много зелени. И хочу я за сестаной мишна подлезла на растительном масле. Залатик. Не хочу. Хочу со сметанкой. Колюшка у меня отзвонился. Все. 5 часов работу он заканчивает и поедет в Мегу смотреть шланги. Хотя бы немножечко пока купить метраж, чтобы постепенно потом докупить еще. Посмотрят, какие они, почем надо такой, чтобы шланг-то был резиновый. Потому что холодной воды эти силиконовые, нет, не силиконовые, еще такие шланги все-таки рекламируют они дубеют. А нам не надо, чтобы дубело. Зимой-то, естественно, ты не будешь пользоваться. Зимой все убирают свой водопровод, наверное, как-то. А до поздней осени можно. Так, ну что? Это сюда. Это сюда. Да. Да. А я думаю, один это здесь, а ее нету. Теха еще не в отпуске работает. Так, уехали, наверное, в город. Хотя, говорит, здесь будет неделю жить. Так, огурчик. Это уже в холодильнике, он сколько, когда я делала в субботу салат. Да, в субботу то, что оставалось, все еще лежит. Надо же доедать. Жалко, что свои, что покупные, все равно жалко выкидывать. Ну, вроде не подмерзли. Дальше. Так. Так. сейчас еще редис очки конечно сейчас уже поставить на работу тоже ладно мне немножко здесь осталось нужно было бы ее натереть затрачу побольше времени на порежу она уже внутри витязь с пустотами я помню что этом посоветовали ой только бы я сделала скриншот хороший релиз почему такой вот поле покупал видимо попросил вот такой дачном магазине так знал бы сорт купил бы нужный для меня тут много будет эту чувствую помидор не буду резать это тут для меня заметила объемся тут этим салатом или это не так кажется что укропа с луком много не буду весь заправлять в принципе сегодня поем завтра поем томатный сок разбавляем томатный сок со сметаной до чего вкуса вообще как отдельный перекус хочется летом делаем основном так особенно здесь на даче зимой редко когда например дома делаем шашлык пока даже не буду солить чтобы не выделился сок помидорку там не хочется конечно порезать порезать что ли нож уже тупится потому что помидор режется плохо когда нож наточен помидор режется просто замечательно с этой стороны шкурки так то ничего здесь есть ножа тачилка лежала в волге илюша с катей ездили на волге последнее время ну что теперь я буду ставить жарить рыбу ни в чем я не обваливая просто на масле сейчас ее поставлю она жарится быстро поэтому начну с друзьям начну вместо поставила штатив сюда масло разогреется я забыла пока масло греется порежу вот этот вот лучок что начинаем жарить икру потом попозже положу когда переверну рыбу и улицу на мне под крышечкой катя вспоминает как бабушка когда полье и жарила с водичкой это вкусно было маленькая она еще была так а где у меня крышка то хоть придется мне крышку вот такой вот кастрюли этой крышкой а потом прикрою в принципе можно и сейчас у меня нет задачи сделать ее прямо обжаренной сухой главное чтобы она приготовилась масло добавлю Коля по телефону сейчас пока разговаривает, думаю, не сожгла ли я икра, надо, конечно, ее посолить, чуть-чуть. Я тут раздельно этот мешочек с икрой, думаю, вряд-то я буду есть ее, не хочу, если она, конечно, жарится, посмотрим на мое настроение, у нас еще жарится долго, уже рассыпала лук сюда немного, для запаха рыба отжаривается. Салат я решила сделать с маслом, и я намеренно не толкла ни лук, ни укроп, но пусть будет. Оно и так сейчас я уже посолила, масло добавила, так становится такой уже мягонький, ну, благоватка я сейчас сделала. Ну, в принципе, что здесь, не знаю, с кусочком рыбы нормально, друзья. Сейчас буду ужинать, и если не будет духоты, сколько замороз, тогда будет сходить там, конец дачного поселка, на причал, куда мы стянули и ходили с вами когда-то. Ну, друзья, одной минутой ничего не предвещало, раз и дождик. Тучки, за тучками солнышко, тепло. Не знаю, сейчас он быстро пройдет, сейчас с Колей созванивались, он говорит, у нас погремело-погремело, даже, наверное, двух капель не упало. Вот, а у нас сейчас 20 градусов, время 8 вечера. Сижу, смотрю на дождик, думаю, сжахнет сильнее или нет, будет молния или нет. К Васильне ходила сегодня за кофе. Кстати, друзья, это другой день, добрый вечер, другой день. Вчера поужинала так хорошо, своим окушком, и все, и ничего не записывала, лежала, слушала Константина Никольского старые песни. Что-то так мне захотелось его послушать. С таким удовольствием вообще просто лежала и слушала. Отдыхала, можно так сказать. Устала ведь, садивка-то, устала. Вот, и о чего хотела сказать. И не могу я пить этот растворимый кофе. Не могу я его пить, друзья, это прямо не могу. Сделала немножечко освещение другое. Ну, охват другой сделала территории, и свет такой яснее стал, более натуральный, вот как есть на самом деле. А вот так делаешь, да, и свет такой другой совсем, как будто пасмурно. На самом деле вот все выглядит именно так. Ярко, еще светло. Вчера час ночи солнце светит. Это как так? Так вот, к Васильне-то пошла сегодня. Я говорю, Светлана Васильевна, говорю, кофе хочу. Ну, напои меня кофе. Она нынче кофе не пьет, пьет только Михалыч. И мы хоть с ней поговорили, посидели. Немножко, правда, некогда тоже все ей. И она сказала, что ночью в два часа где-то была очень сильная гроза. Я говорю, я даже не слышала. Я говорю, где-то к часу ночи выходила. Вообще солнышко было даже на небе. Ну, вот представляете, ярко так, вот как сейчас. Вот белые ночи-то еще продолжаются. И так светло, так ярко. Бусинка спит у меня в коридорчике на кресле. Она сейчас, наверное, там. Бусеныш-то у меня. Вот он, где спит-то мой бусеныш. Да? Да ты бусеныш-то у меня. Ой, ты маленький мой. Такой бусеныш-то у меня. Бусеныш. Вот она спит у меня ночью. Думаю, какая тебе красота-то уже, бусеныш. Пофигу тебе все оказывается. Гром, молния, а нам с тобой все равно. Мы с тобой спим. Так, ну что, завтра я выезжаю домой. Пятница у меня весь день будет с Тимулечкой. Буду сидеть. А так, вроде бы, никаких новостей. Не косила я. Ничего сегодня не делала. Не косила. Я сегодня косила от работы. Мне Коля говорит, начинай, как говорит, хоть копать. А то, говорит, плуг целено. Ну, культиватор не возьмет целено. Здесь не то, чтобы целена грядки-то были когда-то, но все равно. Поэтому, говорит, надо начинать копать. Ну, естественно, по моему желанию. Я хочу сначала как бы перекопать ее чуть-чуть, а потом уже культиватором ее взять. И вот думаю, начну вот от той грядочки, где у меня свекла посажена. Сейчас поближе сделаю. Ну, и освещение, конечно, изменится. Ну, видите, как будто как пасмурно. Вот там, где у меня вдали свекла посажена, на той грядочке шутевой. Вот оттуда и начну потихонечку. Ну, а что? А дождь уже заканчивается. Немного и дождя. Ну, у меня вода есть. Питьевой у меня воды навалом. Вот, питьевой воды у меня хватает. А так вот, чтобы голову намыть, посуду намыть, полы. У меня здесь тоже есть и в той бочке, где-то треть бочки в этой. Ну, а кубовик будем накачивать воду с речки. Ну, ладно, это все планы-планы-планы. Стройте планы, и они всегда будут сбываться. Рано или поздно все равно сбудутся. Успокаивала себя Эра резвая. Глядя на то, как уже дождь кончился. Вот тебе и дождь. Три капли. Там еще есть какие-то тучки, но за тучками просвет. Ну, по крайней мере, грядки поливать не надо. Они все время поливаются. Утром я посмотрела, земля не сырая, конечно, не такая уж прям сырая. Но нормально, поливать не надо. В теплицу у меня нет. Это люди в теплицах ходят, конечно. Воды много нужно. Ну, ладно, друзья, увидимся. Может быть, мы уже завтра дома. Может, у Кати. В общем, как карта ляжет, говорят. А я сейчас пойду заниматься другими делами, личными. С Колюшкой пообщаюсь. У Даны сейчас должен быть прямой эфир. Не знаю, успеет ли, нет. Она там вся девка в ремонтах. Потом покажем, какой она ремонт дома делает. В общем, красота красотишная будет. Честное слово. Все меняет. Потом все увидите. Надеюсь, что поедем к ней в гости. Очень хочется походить по Онеге. Полюбился мне этот городок. Вот такие будут у меня еще планы на сентябрь где-то, наверное. Где-то на сентябрь. Ну, а на тучке, вон, посмотрите, ходят. Тучки-то ходят. Тучки-то ходят.